С ощущениями, с характером. Можно почувствовать энергию ума своему. У меня сегодня плохое настроение. Это уже более сложная тема для понимания. Мы будем её развивать. Но по факту, нади, вот эти вот психические каналы, нади, это пранические энергии, да? Это энергии праны. И сами каналы нади, это каналы пран, тонкого тела праны. Но они находятся и движутся внутри тонкого тела ума. Они нужны для ума. Если нади не движутся, ум не работает. Шротасы нужны, то есть прана всегда для чего-то нужна. Энергия нужна для чего-то. Допустим, если я ничего не делаю, зачем мне нужна энергия? То есть нади питают тонкое тело ума, а шротасы питают грубое тело. То есть прана нужна для чего-то. Таким образом, нади — это также часть тонкого строения, тонкого тела ума человека. Например, существует читта-нади. Читта означает жизненная сила человека. Это основной канал психический, который питает психику человека. Читта-нади. Но есть также структура анатомическая, которая связана с деятельностью ума. Это головной мозг. И существует мана-ваха-шротас. Мана означает ум. Канал. Шротас — канал, который соединяет ум с головным мозгом. Часто мы путаем. Мы говорим, что мозгов не хватает. Но когда человек, допустим, не может правильно мыслить, мы говорим, что мозгов не хватает. У него может быть мозгов много. Допустим, у слона мозгов гораздо больше, чем у человека. Но думает он слабее. Почему? Потому что у него хуже развита мана-майя. То есть у него мало энергии идет в ум. У него очень много энергии идет в тело. Поэтому он большой слон. Но большая, маленькая собачка, она часто больше развита в уме, чем слон. Часто бывает. Она им управляет. Гавкает, и слон идет туда, куда она хочет, собачка. Лучше разбирается в том, что надо делать. У него ум работает лучше, хотя мозгов меньше. Поэтому не надо думать, что чем больше мозгов, тем лучше работает ум. У Эйнштейна был небольшой мозг. Но тем не менее, он работал очень хорошо. Так, движемся дальше. Ум – это психический остов человека. Сложная тема. Это уже совсем не научно с точки зрения современной медицины. Значит, давайте перечислим определенные понятия, которые входят в работу, деятельность тонкого тела ума. Все эти понятия в основном связаны или непосредственным умом, или с праной, с праническим телом. Так, например, есть подстанции энергетические, которые вообще распределяют энергию по всему организму, по всем слоям. Там преобразование энергии происходит, изменения. Допустим, энергия заходит в виде праны в организм. Она дальше должна преобразоваться, или вниз идти, или вверх, или она вообще в ум должна идти, или в разум идти. То эти подстанции называются чакрами. Существует семь основных чакр в организме. Энергетических центров. Это трансформаторные будки, в которых меняется энергия в организме. Чакра. И что значит, чакра работает плохо? Некоторые говорят, я тебе сейчас вот эту чакру восстановлю, она у тебя блокирована. Если человек говорит, если чакра блокирована, значит, что буду я делать в это время? У меня чакра блокирована, у тебя сердечная чакра блокирована. Если у меня сердечная чакра блокирована, чем я буду заниматься в это время? Я буду просто в ней тело находиться. Если блокируется какая-то чакра, тело не может работать. Все, оно тю-тю. Поэтому не верьте людям, которые говорят, сейчас я тебе открою сердечную чакру. Сердечная чакра открыта уже. Может быть, подстанция работает не так, как надо. Это факт. Но часто люди, когда говорят, чакра видит, то есть лечит чакру, ничего общего с чакрами это вообще не имеет. Надо сначала разобраться в этом вопросе, что это такое. А потом уже его лечить. Правильно? Если мы не знаем, что это такое, не знаем, как лечить. Вот мы сейчас разобрались, что такое тонкое тело правное. У меня слабая свялость. Что я буду делать? Пить аспирин? Я пойду за ним заниматься пранаямой. Буду ходить, двигаться, бегать, дышать, на горы полезу. В зависимости от того, чего мне не хватает. Это означает правильное воздействие на организм. Потому что некоторые говорят, у тебя слабость, тебе надо витамины пить. Я пью витамин, слабость не проходит. Насчет витаминов тоже как бы не факт, что это прямо уж очень хорошая вещь. Можно ведь проверить по тем, кто много витаминов пьет. У меня в Сан-Франциско, я остановился у одного человека, ученого. Он просто эти витамины все создает. У него вся квартира витаминах. И он много ученых, всяких научных статей по витаминам, много внедрил этих витаминов в практику. И он нездоровый человек, на самом деле. Он так как напился уже эти витамины, что у него как-то какие-то проблемы со здоровьем. Ну, я не против витамин, конечно же. Я просто как бы пытаюсь, что все надо как-то в балансе должно быть. Часто наша медицина смещена очень в сторону таблеток. И мы все понимаем с позиции таблеток, витаминов и гормонов. Но надо идти дальше, то есть надо мыслить по-другому. Мы же еще из энергии состоим, из ума состоим, из разума состоим. Если человек квасит каждый день, он синим носом приходит к врачу, и тот говорит, у тебя гормоны неправильно работают в организме. У него ни гормоны неправильно работают в организме, надо квасить перестать. Тогда все будет правильно. Это уже болезнь разума, это не болезнь грубого тела. Ему надо образ жизни менять. Итак, чакры. Будем перечислять, нет? Давайте, мы не будем. Очень много информации. Я лучше вам вкратце все расскажу, и мы поговорим о методах лечения ума. Сегодня тема заявлена так. А у нас когда лекция должна закончить? Через час, да? Просто я не контролирую время сейчас. Меня простите. Итак, чакры распределяют энергию в организме. Они относятся как к тонкому телу праны, так к тонкому телу ума. Потому что тонкое тело ума является остовом всего организма. На нем основан организм. Если говорить, что является остовом, это не тонкое тело праны, это тонкое тело ума. Мы живем в уме, в своем уме. Мы через призму ума смотрим на этот мир. Тонкое тело ума полностью контролирует все здоровье человека. А ум — это что такое? Это наше психическое существование. То есть это наша жизнь в социуме. Это наша жизнь в своих мыслях, в отношениях, близких и далеких. Если человек не работает над своими отношениями, над своим умом, то это означает, что здоровье уже до свидания. То есть с этого момента надо начинать все в нашей жизни. Если у человека умственная энергия, деятельность не работает правильно, здоровье — до свидания. мысли начинаются в области сердца. Не в голове, а в сердце. «Сердце, тебе не хочется покоя, сердце, как хорошо на свете живи!» Ну, то есть не мозги тебе не хочется покоя, а сердце. Там начинается мысль в сердце. Человек чувствует. Мысль начинается в ощущении, в чувстве. «Я вот так чувствую, потом я начинаю думать об этом». Человек просто не может думать абстрактно. Ему нужно почувствовать сначала идею. Прочувствовать. Таким образом, наши чувства также связаны с душой. Потом они дальше идут уже, мысли идут дальше в голову также. В голове находится логическая деятельность, то есть связанность головой. То есть, ну, мы живем в грубом теле. Вся деятельность наша все равно через грубое тело протекает. То есть для того, чтобы думать, надо все равно, чтобы нервная система работала. Но когда человек оставляет грубое тело и находится в тонком теле, не значит, что он не думает в это время и не действует. У него деятельность под другим законом существует уже. То есть, смотрите, интересно знать, что есть уши. Это что такое? Это орган чувств. Но мы также, есть в нашем русском языке, есть термин, который называется «чувство слуха». Разве чувство слуха – это уши? Чувство слуха – это способность слушать? Интересно знать, что в Анга, допустим, точно установлено, что у ней не работали глаза. У нее органа зрения не существовало. Но она, тем не менее, даже человек еще в дверь не зашел, она знала, могла описать этого человека. Это абсолютно точно документально известно. То есть этот человек описывал внешность человека, не глядя на него. Это называется «чувство зрения». Чувство зрения может работать через глаза, а может работать и само по себе, без всяких глаз. Точно так же есть люди, которые слышат на большом расстоянии. Я сам знаком с этими практиками, что есть такие люди, которые умеют подслушивать, о чем люди говорят. Это ничего общего с звуковыми вибрациями это не имеет. Они слышат деятельность ума. То есть ум имеет тонкую природу, и энергия ума распространяется на большие расстояния. Достаточно просто подумать о другом человеке, и мы немедленно с ним связываемся. Я когда был в армии, у меня личный опыт такой вам передают. То есть я был в армии и был в учебной части, был на учениях в Белоруссии. Мы находились в лесу, и я постоянно думал о том, что маме не могу написать письмо, потому что там не работала почта. Я постоянно думал о маме. То есть я имел с ней контакт в сердце. А мама всегда имеет свой контакт со своим сыном. Знаете, что интересное произошло? Она мне написала потом, что, сынок, я не пойму, что с тобой происходит. Мне приснился сон. Ты сидишь возле железной печки в каком-то тряпочном домике. Там двухспальные кровати. Железные двухспальные кровати. Ты сидишь в фуфайке и кладешь дрова в эту печку, которая горит в тряпочном домике. Объясни мне, что это значит. А это значит, что я был на учениях. То есть мы жили в палатках, в тряпочных больших палатках. Там были кровати двухъярусные. И там была печка железная, которую я топил, потому что я был на дежурстве. И она это увидела все, очень красочно описала в своем сне. Хотя я с ней вообще никак на эту тему не общался. Она даже не знала, что я поехал на учение, потому что я не стал ее беспокоить. Эта информация. Это означает, что люди очень сильно связаны. Вот опыты Джуны Давидашвили показывают, очень сильно почитают ее эксперименты, которые она проводила. То есть ей давали записку там, или голос человека, или его фотографию. Она находила этого человека и говорила, человек сейчас находится в автомолете, летит туда-то, туда-то. Рядом сидят те-то, те-то. То есть она все это описывала. Это абсолютно точно так было. То есть умственная энергия способна действовать на расстоянии. Мы можем быть связаны друг с другом. И согласно ведическим представлениям, люди, все родственники, связаны друг с другом в сердце. То есть у нас в сердцах есть связь. Обручальное кольцо, непростое украшение двух сердец, одно решение. Ну то есть два сердца объединяются, связываются вместе. Означает родственная жизнь, родственники. Ну то есть если сердце связано с другим человеком, оно болит, когда ему становится плохо. Это означает контакт. Центр тонкого тела ума находится в области сердца. Контакт с человеком означает связь тонкого тела ума. Мы мало изучали эту тему сейчас, но так или иначе это существует. Поэтому для того, чтобы помочь родственнику, не обязательно бежать к нему. Существуют такие практики, как настрой, молитвы и так далее, которые дают возможность с помощью восприятия своего вот этой области сердца поменять состояние психическое своего близкого человека. Просто человек думает внутрь себя, и он так, как есть связь, он таким образом облегчает жизнь этого человека. Ну это как информация для размышлений. Конечно, уже как бы мои сейчас идеи уже выходят за рамки Медицинской Академии. Простите меня за это. Ну то есть я просто вам говорю о медическом взгляде на вещи. У ума таким образом существует пять чувств. Чувство — это функция, это инструменты ума. Чувство — это не то, что связано только с ухом. Так, согласно современным представлениям, если, ну что такое чувство, слуха? Это деятельность нервных каких-то там органов, структур, которые дают возможность слышать. Но чувство слуха, согласно лидическим представлениям, что происходит? Когда мы слышим звук, то в результате этих всех преобразований звука звук механический превращается в психическую энергию. То есть все эти структуры в ухе нужны для того, чтобы преобразовать механический звук в психическую энергию. Вот и всё. Ну то есть само чувство слуха связано с умом. Это ощупальца ума. Пять чувств существуют. Причём они имеют разное значение в нашей жизни. Так как есть ещё разум, который стоит над умом и контролирует всю деятельность человека, отвечает за нашу судьбу, за то, как мы будем жить. Поэтому чувство слуха, это все чувства имеют определён вполне конкретные функции. Чувство слуха предназначено для связи разума с умом. То есть поэтому пословица «лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать» не работает. Потому что через слух идёт влияние на разум. И человек в результате слушания меняет своё представление о жизни. Но в результате чтения не всегда это удаётся сделать. Потому что через звук передаётся сила человека. А через книгу не всегда. Она может передаваться, но не в такой степени, как через звук. Когда человек слушает лекцию в записи, тоже идёт воздействие. Но когда он слушает лекцию в живую, воздействие в десятки раз сильнее. Таким образом, в древней культуре звуку уделялось самое большое значение. Считалось, что контакт с возвышенной, развитой личностью даёт очень сильное изменение судьбы человека. И для того, чтобы это изменение произошло, нужно правильно слушать. Интересные метафоры, то есть интересные изменения слов есть в нашем языке. Слушать. Слушаться. Послушник. Чувствуете, да? Это разные слова, которые разные значения имеют. Ну, слово «слушать» нам, ну, я тебя послушал, ну и чё? Ну, послушал, да. Но, согласно ведам, ты не послушал. Послушала. Послушать означает слушаться. Но когда человек реально впитывает в уши, как бы он очень с верой слушает, пытается понять человека. Это не значит, что он глупый. Некоторые люди говорят, если ты с верой слушаешь, значит, у тебя мозгов своих нет. Наоборот, разумные люди с верой слушают, и если, допустим, они слышат не то, что согласуются с его представлениями, ничего страшного, он просто это имеет в виду. Но если ты не с верой слушаешь, шведы говорят, ты вообще ничего не услышишь. Потому что когда человек не с верой слушает, он слышит только свой ум. Он не может проникнуться идеей, он не может её понять. У него своя идёт, идея остаётся в голове. Чужая не заходит. Поэтому, если человек не может смиренно слушать или с верой слушать, он не способен быть учёным по-настоящему. Настоящий учёный — это тот, кто способен слушать другого человека смиренно и принимать его точку зрения, хоть это больно всегда бывает, потому что есть своя. Ну, то есть слушание всегда связано с идеями, со знанием. Это связано всегда с деятельностью разума. Читать гораздо легче и проще, чем слушать. Когда человек читает, ему всё проще как бы разобраться во всём. Но когда ты слушаешь, тебе приходится сталкиваться с идеями уже психически, потому что слушание влияет на разум, на разум, на мировоззрение человека. Поэтому слушать человека, который имеет ненависть к кому-то, злобу, в древней культуре считается очень опасным занятием. Если ты слушаешь, допустим, критику в чей-то адрес, слушаешь злобу, ненависть, злобного, ненавистного человека, ты можешь попасть под его влияние двумя способами. Первый способ — ты начнёшь защищать и злиться тоже того, кого критикуешь. Или второй способ — ты начнёшь тоже так же критиковать. Но остаться в равновесии, слушая того, кто со злобой себя ведёт, очень сложно. И человек часто со злобой себя, когда ведёт, он опирается на факты, как он говорит. Например, мама говорит ребёнку, «Ты почему получил табайку?» Она опирается на факты. Это факт, что он получил двойку. Факт находится в дневнике. Но если человек со злобой это говорит, то он никому не поможет. Ни ребёнку, ни себе. Потому что злоба разрушает разум, я это говорю. Злоба разрушает разум. Критика, критицизм, злобное отношение к чему-то разрушает разум. И поэтому в споре истина не рождается. В споре рождается только злоба, ненависть и зависть. И разрушение разума. Когда две собаки гавкают, трудно установить, какая первая начала. Они оба одинаковые. Этого веда считает, что истина рождается в смиренном обсуждении темы. Если ты квалифицирован изучать, тогда обсуждая смиренно. Слушай смиренно, обсуждай смиренно. Принимай другое мнение, которое идёт от человека, который спокойно, смиренно тебе его объясняет. Эта культура отношений в древнем обществе была очень развита. В нашем обществе, к сожалению, иногда мы не можем смиренно слушать и передавать своё мнение. Это разрушает возможность понимания, обмена знаний, обмена информацией. Например, человек, который говорит, он тоже не должен говорить со злобой. Человек, который слушает, не должен слушать со злобой. Критицизм, злоба, неприязнь не дают возможности понять, что происходит. Когда человек критикует, со злобой себя ведёт, он не может нам дать истину. Поэтому никаких людей не надо ни слушать, ни смотреть, ни читать. Это не помогает. Не помогает. Итак, звук или слушание связано и с умом, и с разумом. Следующее чувство – это чувство, тактильное чувство. Тактильное чувство тоже связано и с умом, и с разумом. Если чувство слуха меняет качественно разум, меняет принципы жизни человека, качественно разум меняет, меняет качество жизни, привычки, характер меняет, чувство слуха, то тактильное чувство меняет силу, не качество, а силу разума. Или загрязняет его, или очищает. Тактильное чувство. Поэтому в древней культуре считалось, что так важно, чтобы человек ходил в чистом. Тактильное чувство означает чувство, связанное с кожей. Человек должен ходить в чистом, чтобы он чисто воспринимал мир. Например, нужно окроплять себя святой водой, чтобы очистить свое существование. Святой землей посыпать себе на голову. Для этого люди делают. Они касаются лбом мощей святых людей для того, чтобы очищать свое существование. То есть речь идет о работе разума. Существование означает разум в данном случае. Тактильное чувство также означает секс. Секс — это тактильное чувство. И когда человек... Человека по запаху понесло в другое место, он как бы уже не в семье, не с женой, то он теряет восприятие семьи. То есть он где-то там снюхался. У него любовь. И он приходит домой, у него стеклянные глаза, он не понимает, кто такая жена уже, кто такие дети. Ему все это не надо. Что произошло? Осквернение разума. Разум перестал работать нормально. То есть в результате тактильного чувства, которое прошло неправильно, неправильно, хорошая женщина не будет спать с чужим мужчиной. Прорисло осквернение сознания. Человек в результате потерял понимание, кто такая жена, кто такие дети. У него сердце стало холодным. У него нет родственных связей. Обрубились родственные связи. Тактильное чувство, связанное с умом и с разумом. Постоял в автобусе рядом с пьяным человеком. Плохо стало. Может стошнить. Зашел, допустим, куда-то в баню, дотронулся до того, кого надо. О, я не хочу в этой бане мыться. Меня это не очищает. Мне это не дает чистоты. Здесь люди собрались, которые пьют, там еще что-то делают. Я не хочу в этой бане с ними мыться. Мне нечисто здесь. Понимаете, о чем я говорю? Тактильное чувство не означает просто чистота кожи. Это означает также чистота сознания, с чем ты соприкасаешься. Следующее чувство — чувство зрения. Глаза являются зеркалами ума. Зеркалом ума. Глаза, чувство зрения диагностируют присутствие души в теле. Но это не зеркало души, это зеркало ума. Например, древние врачи определяли легко, человек жив или нет. Они смотрели в глаза. Если в глазах жизни нет, значит, душа ушла из тела. Потому что глаза показывают присутствие тонкого тела ума в организме и как он живет, ум. Допустим, судьба действует внутри ума. Что такое судьба? Это энергия, которая влияет на ум, на тонкое тело ума. И отражается в глазах. И в глазах есть разные зоны. Сейчас мы это немножко поизучаем. Первое, что нужно знать, что если мы смотрим внутренние части глаза, то мы смотрим к человеку в глубинные, подсознательные части его судьбы, его жизни. Когда у человека вот здесь вот возле носа такое ощущение каменности, каменный взгляд, это значит, что глубинные какие-то влияния судьбы идут на него, тяжелые, судьбоносные. Наружные края глаза указывают на мышление человека, на его... Вот сейчас прямо, как он настроен. То есть левый глаз, наружная часть левого глаза указывает на мысли человека, а правый глаз, наружная часть, указывает на его волю. Пусть им девушка идет по улице вечером, и навстречу мы дворовые герои, не боимся никого, да? Всегда, конечно, трое, одолеем одного. Вот. Они идут как бы навстречу, и надо посмотреть в глаза. Если они смотрят правым глазом, взгляд как будто справа идет, справа, значит, надо поменять направление движения неожиданно. Вспомнить, что тебе не туда. Иначе будут проблемы. Вот так, практическое применение. А центральная часть глаза указывает на здоровье человека, на связь, на связь не с глубинами психики, не с мышлением, а с центральной частью психики, которая связана с здоровьем. Поэтому пора нужной оболочке определяет здоровье, определяет здоровье человека. Или это диагностика. Итак, по глазам можно понять состояние ума человека. Когда человек сошел с ума, можно сойти с разума. Что хуже, сойти с ума или сойти с разума? Сойти с ума хуже. Почему? Потому что, когда человек сошел с ума, то остов организма рушится. Разум — это надстройка в организме. Сошел с разума, зашел на разум. Допустим, начал выпивать, бросил пить. Но когда человек сошел с ума, то есть надстройка разрушена. Ой, то есть остов разрушен организмом. Сошел с ума, означает ум не может, психический остов не может работать нормально. Это ужасно. Это значит, человек попадает в психушку, он ничего не соображает, у него нет адекватности. Сошел с разума, что значит? Вредная привычка появилась. Из семьи ушел. Это не значит, что жизнь потеряна, можно вернуть. Но когда человек в психушке, не факт, что он уже вернется назад. То есть сойти с ума гораздо хуже, чем сойти с разумом. Болезни ума, это ну как бы болезни ума, ладно, бог с ними, но есть еще разрушение ума. То есть есть вот эта вот вещь, которая разрушает ум. Психические заболевания, они имеют дело с такими больными, которые сошли с ума. Видите, как в русском языке все четко описано. Но мы утратили эти термины все. Мы не изучаем это все. по этому утрату. Итак, глаза показывают, сошел человек с ума или нет. Адекватность человека можно видеть по глазам. Насколько его ум работает. Как определить адекватность? Человек должен реагировать на взгляд. Если ты смотришь ему в глаза, он тоже смотрит, у него есть ум. Он смотрит, там есть мысли, есть идеи, есть чувства. Но когда ты ему что-то говоришь, ты видишь, что он не реагирует на твои слова. Он не реагирует на твои чувства, эмоции. Он просто сам в себе находится. Реакции никакой нет. Вот любого человека, возьмите любого человека, скажите ему какое-то слово. И что происходит? Ответ. Ответная реакция. 100% будет ответ. Но если человек не реагирует на твои слова, это значит, что его ум поражен, болен. Глаза – это зеркало ума, как он работает, как он действует. Поэтому земские врачи в нашей, даже в русской культуре, очень большое внимание уделяли взгляду, пониманию человека, как человек смотрит. Очень важно понять, даже по взгляду можно определить женщину беременную. Она беременная женщина, нет, по взгляду очень легко определить. она смотрит, как будто внутрь себя такая. До этого жена просто смотрела, а теперь она пришла и смотрит вот так, по-другому. Внутрь себя. Это уже может быть знаком. Не то, что она обязательно беременна, но провериться надо. Такая и такая вероятность есть в этом случае. И так дальше, следующее чувство, это чувство вкуса. Чувство вкуса связано с праной психической энергии человека. Интересно знать, что когда человек ест вкусную пищу, он пополняет себя той энергией, которая ему нужна в жизни. Но часто бывает так, что человеку не то нужно в жизни. Когда человек меняет вкусы, то есть ему говорят, допустим, что надо вот это не есть, а вот это есть. Он говорит, не, это не вкусно. Пробуй так питаться. Человек начинает питаться, составляет постепенно, это ему становится вкусно, и у него меняются привычки. Представляете, через чувство вкуса можно менять поведение, опоследованы. Но когда человек меняет взгляды на жизнь, ему естественным образом хочется кушать что-то другое. То есть взгляды на жизнь быстро меняют, ну, как привычки кушать. Потому что человек с помощью пищи пополняет свои энергетические запасы. Согласно ответам, существует благостная пища, которая улучшает характер, приводит человека к счастью. Существует страстная пища, которая увеличивает не баланс человека, а наоборот дисбаланс увеличивает, разрушает баланс. И существует невежественная пища, которая приводит к деградации. И чувство вкуса, оно само диктует, что тебе есть в зависимости от наклонности ума. Допустим, не будем углубляться слишком сильно, чтобы вы не страдали от этой информации, она может быть для вас такой тяжелой. Я просто приведу разные вкусы и с какими настроениями они связаны. Допустим, сладкий вкус связан со счастьем. Человек, когда не хватает счастья, ему нужен сладкий вкус. Допустим, студентам часто нужен сладкий вкус, потому что не хватает счастья в жизни. Ему лопают сладкое постоянно. Не хватает счастья. Следующий вкус. Но сладкий вкус, если правильно употреблять, он благостный, то есть он развивает хорошие черты характера человека. Современные взгляды такие, что сладкого надо есть как можно меньше. Но сладкая пища связана с жерсткими гормонами. Если женщина не ест сладкое, значит, она будет терять германальную силу, красоту. Но сладкое лучше есть, когда солнце поднимается, потому что сладкое время суток это утро. Сладкое время суток, радостное. Сладкий вкус, радостный вкус. Утро сладкое время суток. Сладкую пищу надо есть утром, но в крайнем случае днем. Вечером не надо есть сладкое, потому что это разрушает здоровье. Женщина, которая по вечерам тортики ест, у нее меняется конфигурация лица, тела и мышления. Мышление становится обидчивым, лицо становится большим, и тело тоже увеличивается в объем. Сладкий вкус. Вовремя едят те, кто стремятся к счастливой, радостной жизни. С утра хорошо кушать пищу, имеющую сладкий вкус. Вечером сладкое едят те, кто хотят ленивой, радостной, ленивой, счастливой жизни. Ничего не делать, быть счастливыми. По вечерам сладкое любят. И днем любят немножко сладкое те, кто перенапрягаются в деятельности. Надо чуть расслабиться, снять напряжение. Следующий вкус терпкий. Терпкий или вяжущий. Этот вкус, он связан с возможностью, то есть этот вкус, он что делает с психикой? Он ее тонизирует, делает ее активной. Поэтому люди, которые очень много трудятся, им нужен вяжущий вкус. вот все сырые и овощи имеют вяжущий вкус. То есть этот вкус дает силы, как бы человек становится крепким, бодрым от вяжущего вкуса. Ну, соответственно, когда человек вяжущий вкус ест на ночь, он не спит, потому что он возбуждает, тонизирует вяжущий вкус. На ночь нельзя, допустим, хурму есть вяжущую, она не даст возможности уснуть. но сладкий вкус, он расслабляет. Но есть какой сладкий вкус, который энергию вверх поднимает, это вкус меда, допустим, а есть вкус, опускающий энергию вниз. Это, допустим, свекольный сахар, там, торт. Поэтому нужно правильно сбалансировать энергию, сладкий вкус вечером хорошо в небольшом количестве. Вечером рекомендуется за час, за два до сна употреблять горячее молоко. Молоко имеет сладкий вкус, чтобы вы знали. И хлеб пшеничный тоже имеет сладкий вкус. Ну, в основном зерновые тоже имеют сладкий вкус. Мед с молоком, то есть вместе, когда человек употребляет молоко с медом, мед поднимает энергию вверх, молоко пускает энергию вниз. Мед с молоком дает баланс энергетический. Человека расслабляет, и он спокойно засыпает, ему легко становится. Авицен Ибн Си написал, что такое сочетание молоко с медом улучшает жизнь человека, расслабляет, снимает напряжение, улучшает сон. И полезно не только молодым и детям, а также взрослым и пожилым людям. Итак, вы поняли, что вкус связан с прамой энергии человека. Человек кушает вкусно, сильным становится. Кушает невкусно, лечится. Допустим, лечение, горькие вкусы, горечь человек пьет. Перераспределение энергии происходит. Когда человек невкусно ест, перераспределяется энергия, вкусно, она усваивается в нужном направлении для деятельности организма. Поэтому врачи имеют право заставлять человека кушать невкусно. Они хотят перераспределить энергию в организме, но они должны знать, что делают. Если они заставляют что-то кушать человека невкусное, они должны знать, куда они энергию направляют. Если они этого не знают, то они могут вообще человека сделать вялым и у него будет снижение сил в жизни. Следующий вид чувства связан уже с грубым телом. Это чувство обоняния. Нос. Чувство обоняния. Интересно знать, что когда корове затыкаешь нос, она не ест. Ей надо сначала понюхать, потом есть. Потому что когда человек нюхает пищу, он понимает, как это действует на его тело грубое. Так же животное. Но мы сначала едим, потом нюхаем. Что получилось? А животное сначала нюхает, потом едят.